День Республики 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 Мы активно работаем над поиском и созданием новых городских брендов и развитием имиджевой политики, которая может стать одним из направлений экономической составляющей города. Это разработка различных идей по привлечению в город инвестиционных ресурсов, развитию туризма, привлечению внимания к городу, к его истории, событиям, жителям. Все то, что может дать импульс развития внутренних ресурсов и привлечь таковые со стороны. Осенью будет дан старт городскому проекту, в котором так или иначе будут участвовать все жители нашего города. Одной идеей о развитии нашего города мы хотим объединить всех и очень надеемся получить результат, который станет следующей вехой истории нашего города. Этот год был насыщен разными событиями, которые еще раз доказали, что кумертаусцы – патриоты своего города, что нас волнует его судьба, его будущее, и мы готовы трудиться для его процветания. В городе Кумертау много многодетных семей. На сцену были приглашены семьи Вахитовых, Исхаковых, Ларинах. Это семьи, в которых кроме кровных воспитываются и приемные дети. Более того, эти семьи активно участвуют в конкурсах различного уровня. Радостные события сегодня в семье Кускильдиных. Это единственная семья в Кумертау, в которой воспитываются 10 детей. 9 девочек и 1 сын. Старшей дочери 21 год, а младшей нет и года. По инициативе администрации города и при поддержке Республиканского фонда развития социальных программ, Оксана Баяновна и Инна Сиротилович получили ключи от микроавтобуса «Газель». Это хороший подспорье для семьи, говорят Кускильдиные. Сейчас будет намного легче всех взять и поехать куда-то. И летом, и так просто в гости куда-нибудь съездим. Так что большое спасибо, кто помог всем нам. Я и моя семья благодарит Бориса Владимировича за то, что помогли приобрести «Газель» автомашину. Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт, в программе которого самые яркие и красочные номера творческих коллективов. Поздравить Кумертауса с праздником приехали и звезды башкирской эстрады. Это артисты студии «Караван-сарай». Православный храм села Ермолаевы носит имя патриарха московского и всея Руси Тихона. 9 октября, в день прославления Тихона в лике святых, в храме прошла праздничная служба. Богослужение провел преосвященнейший Николай, епископ Салавацкий и Кумертауский. Патриарх Тихон, в миру Василий Белавин, родился в семье потомственного священника в 1865 году. Прошел путь от преподавателя догматического богословия до епископа Алиутского и Североамериканского. При его деятельном участии в Северной Америке открывались православные храмы, семинарии, переводились на английский язык богослужебные тексты. В 1907 году преосвященный Тихон вернулся в Россию, где пользовался большой популярностью в народе. В тяжелые для России постреволюционные времена подвергся гонениям со стороны советской власти и обновленческого духовенства. Был официально лишен сана и монашества. 7 апреля 1925 года, в возрасте 60 лет, патриарх Тихон скончался. По официальной версии от сердечного приступа, по неофициальной – от отравления. 9 октября 1989 года патриарх Московский в Сеярусе Тихон был канонизирован в лике святых. Праздничная служба закончилась крестным ходом и проповедью епископа Николая. КОНЕЦ КОНЕЦ Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости.